Более 16 тысяч человек содержатся в подразделениях уголовно-исполнительной системы Самарской области, в том числе 2,5 тысячи подозреваемых и обвиняемых, почти 6 тысяч осужденных и более 8 тысяч осужденных без изоляции от общества. Данные озвучила временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Заярко на расширенном заседании коллегии регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. В прошлом году основные усилия ведомство направляло на соблюдение безопасности и правопорядка. В прошедшем году оперативная обстановка в учреждениях оставалась управляемой, не допущено групповых непоимновений, массовых беспорядков, захвата заложников. Главная задача, стоящая перед подразделениями охраны, выполнена. Побегов осужденных из-под охраны и прикрывирование не допущено. Количество раскрытых преступлений в 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 22%. На 40% выросло количество раскрытых тяжких преступлений. Пресекли 15 попыток доставки в исправительные учреждения наркотиков. Из незаконного оборота изъяли более килограмма наркотических средств. Были найдены свыше 200 человек, которые находились в федеральном розыске. Возбуждено уголовное дело по факту вербовки осужденных к участию в террористической деятельности. Продолжается борьба с поступлением в исправительные учреждения средств сотовой связи. За попытку передачи осужденным запрещенных предметов задержано 93 гражданина. Из них 11 человек привлечены к уголовной ответственности, 49 человек к административной. Общая сумма штрафов составила 169 тысяч рублей. Часть материалов находится в судах на рассмотрении. Более 2000 заключенных в прошлом году получили рабочие профессии по 32 специальностям. 1264 человека обучаются в школах, 8 осужденных дистанционно получают высшее образование. 756 осужденных получают пенсии и социальные пособия, в том числе 580 по инвалидности. Для решения вопросов трудоустройства в исправительных учреждениях функционируют 12 центров трудовой адаптации осужденных. Основные отрасли – производство строительных материалов, изготовление швейных изделий, производство мебели, металлоконструкций, выращивание и переработка сельскохозяйственной продукции, изготовление моющих средств, выработка и передача теплоэнергоресурсов. В этом году стоит задача продолжить дальнейшее развитие промышленного сектора, создание дополнительных рабочих мест, освоение новых видов продукции, востребованной на внутрисистемном и региональном рынке. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.